друзья всем привет пока подключайтесь ждем дима дима включится сделаем две картинки ждем диму подключаем и и начинаем дмитрий дмитрий где живые это чай заваривать привет привет вот а вот дмитрий так что переворачиваем ну давай попробуем что попробуем мы вот так что будем читать ваши все комментарии боком нормально так я не знаю не нормально ну да правда у меня прям прям на лице кто-то что-то пишет ну смотри можно перевернуть в другую сторону чтобы у меня на лице писали да пофиг мне тебе как можно поставить но тогда в ютюбе будет не очень красиво ты вообще такой хайрат и красавчик сейчас тут буквально пару сек дай мне тут завариться ну что я рассыпал чай короче и начал сразу же тут какую-то суету наводить вообще глобально ну вот я наверное поставить так чтобы было видно чай что-то настраивал настраивал инстаграм такой говорит я тебя лучше покрупнее покажу сейчас так привет все получилось да и так а чё там нормально да я просто тогда убираю тогда фигуры всякие с этого и уберу тогда чайник со всеми делами да да у меня не видно стало что-то я ну не видно не видно да все главное внутри привет дорогой привет дорогой привет да здравствуй здравствуй любые привет как дела хорошо не сплю уже вот пяти утра слушай ну ты же известный этот не спун с пяти утра то есть тут такое как бы нет я просыпаюсь где-то в семь пол восьмого нормально себя чувствую так а для того чтобы эфир про весь китая попить тут же надо сразу ряд вот этих вот подготовительных мероприятий у меня проснулся там собаку выгулял что-то перекусил тренировку утренную тренировки надо поесть потому что будет чай а после блин поесть надо выпить витаминов потому что погода какая сейчас витамины усвоились не убить их чаем короче поэтому вот пять утра чтобы в девять выйти в эфир целая схема у меня порядок у меня порядок чуть-чуть другой но смысл смысл тот же самый так все у меня вся суета закончилась я я уже всем тут налил чаю короче все счастливы и довольны у всех хорошее настроение замечательно так здрасте здрасте как тому как там у вас погода как природа как вообще чё там дождя нет чувствуется приближение зимы вот футболки уже не походишь без куртки уже тоже не у него такой переходный период слушай у меня короче ты извини я сразу тебя у меня короче есть банка такая здоровая я туда ну я в нее кладу чайные головы на продажу и ты кое лег привет короче и просто лежат чайные головы в большой такой коробке и как бы сверху чайные головы уходят продаются пьются а внизу всегда остается такой да битый вот этот вот самое вкусное вот и там всегда всегда сложно понять что происходит всегда я никогда не попадал нормально то есть чайными головами ну уже как бы плюс-минус там эти шишки бошки понятно как их ложить как бы с этой вот битой пылью или как это сказать мелкими кусками всегда получается какой-то просто мегаят знаешь такой именно вот сейчас вот он как раз я там люблю вот чисто чисто символически я вообще утром думал этого попить аквариум вот у меня тоже тут вот открытый вот лежит как бы но я такой раз думаю уже наша рука сама потянулась будем нормально дубать вот да да слушай уже зима уже практически уже вот 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 на носу то есть видишь я уже он вообще нахожусь вот в кофте даже такой я вижу ты тоже но я-то уже в магазике как я тоже я на работе слушай а расскажи мне пожалуйста как у тебя вообще устроена там твоя это движуха я же тебя не был там ни разу как у тебя как у тебя вообще там быть устроен где это находится ну это находится прямо в центре города но в здании бизнес-центра поговорить и я просто один из офисов который открываешь дверь и попадаешь в какую-то волшебную страну иногда люди ошибаются дверь и не понимают куда они попали потому что есть бородатый чувак в тапочках на кабре а класс я сидел в офис там я сидел за компьютерами а тут хлоп такая движуха короче цветы музыка ковер чай ну так и такое да я себе представил такую ситуацию офисный центр везде движ люди в это время двери открываются да и попадает человек в тапочках на ковре красота так еще все налоговое еще здание налоговое и у меня как дверь первая знаешь заглядывать спросить они попали или нет здорово здорово иногда бывает так то что знакомые люди такие хоп заглядывают такие о блять типа а ты что здесь делаешь налоговое работу давно здесь сидим слушай ну на самом деле чай и есть как бы вот такая вот нарния знаешь когда типа мол как бы двери да привет ну как бы у меня здесь точно так же то есть условно говоря там типа это нарния то есть я же говорю там как бы двери в шкаф открываются ты попадаешь куда то для меня чай вот он так вот и работает как вот некий такой знаешь какой то дверь дверь в шкафу как бы вроде всем известная понятная абсолютно бытовая ясная привычная но на самом деле хоп и ты вдруг попадаешь в совершенно другой мир не короче да вдруг волшебный где вот эти все знаешь вот эти эльфы там ну как их там вот это вся вот эта вот история короче да и не обязательно же снаружи об этом громко кричать даже интересно привет да надо куда то зайти и так вот ох и удивиться ой слушай мы с тобой изначально говорили о том что будем разговаривать просто так то есть как бы у нас нет темы но вот вот это вот уже прям тема прям понимаешь вот как бы вот это вот прямо вот такая фундаментальная тема для разговора как раз да о том что как бы чай это вот тот мир который всегда находится рядом меня когда то это и провоцировали ну как сказать ну в хорошем смысле слова спровоцировало что как бы мол ты типа этот мир есть он достаточно изучен понятен многим людям но не тебе знаешь и как бы ну это не мир алкоголя и не мир там я не знаю большого тенниса знаешь как бы а вот что-то такое вообще совершенно такое волшебное как бы и он и есть а ты о нем ничего не знаешь и ты раз как бы такой себе впрыгиваешь знаешь ну очень прикольно да поэтому в этом как бы какое-то такое и при всей при этой ситуации оказывается что у него нет границу этого мира то есть он совершенно не на него заглядываешь так вроде чуть-чуть да посмотреть что там они там чуваки эти что там за пуэр вот а потом туда заходишь такой блин блин нас уже не поехал знаешь да открыл открыл к любому миру бороде дверь он там сидит на ковре он говорит вы ты туда туда залез зайди знаешь там вот вот вон там короче туда вот за гору туда там вот через неделю приходи вот это вот оно как бы да чистосердечная капитуляция Германии безоговорочная так и есть да да на самом деле я хотел бы к этому офису написать то что знаешь типа зайдя сюда ну выпейди отсюда ты уже не будешь таким как прежде короче подумать не знаю ну может быть да привет да да есть такой момент что-то я хотел что-то закинуть там спрашивали что мы пьем с утра ну вроде бы как бы сказали ты пьешь остатки чайных голов ну у меня их просто много у меня их килограмма три понимаешь этих остатков чайных голов то есть такой же мын прям здоровый с мелкой деморакции и будет новый чай да да ну кстати на самом деле была когда-то я я узнал с удивлением что есть что есть чайные головы которые прессуются я где-то лет там пять назад не знал об этом и вот как раз вот в разговоре с Ильей узнал что оно есть и была идея в том числе выпустить как бы их типа а нет ну короче была идея сделать чайные головы да я сейчас запутался но смысл да такой да на самом деле слушай вот как раз таки в этом плане чай это как безграничный вообще источник знаешь творческой энергии вообще и безграничный источник для вдохновения и восхищения тут уже вообще то есть делай что хочешь видишь мы обложки там выпускаем пуэры там красные что хочешь можно чашки делать масса народу вообще бомбит вообще все что угодно просто совершенно то есть и это очень классно ну мне кажется там все значительно шире чем чем мы делаем и чем делают вообще люди ну очень интересно то есть я имею ввиду как бы ну не только там придумывать знаешь обложки для пуэра или там какой-нибудь чайник блин чайные фестивали музыку люди пишут у нас была штука под названием чайные сказки то есть мы придумывали ну мы там и я в первую очередь ну и там да участвовал еще там пару человек то есть в смысле тоже фольклор такой типа невидимый да хун пао там да этот одесские духи лао банджана три бадурова там знаешь какой-то там нескончаемый пуэр какие-то приколы типа поэтому да оно все может вообще вселенную ту в которой мы живем да Серега да Чайный путь на них Чатоу да ну Чаток Чатоу да 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 как у тебя начался Чайный путь у меня да у меня Семен Кника пригласил в гости долго настаивал чтобы я к нему зашел типа долго настаивал в смысле долго настаивал типа там да там что я вообще ну как бы уже жил в Николаеве а он николаевец который жил в Харькове он там работал и что-то он у меня заказывал когда я хендмейден занимался а потом он вернулся в Николаев открыл чайную и типа вот чувак я жил вот уже здесь приходи я думаю что куда-то ходить чтобы какой-то там чай попить да вот хотя вот в таких знаешь типа магазинах свит чая там против какой-то там непонятный вот пуэр ароматизированный вишневый я когда-то покупал закидывал скитал туда мед короче нырял в прорубь и на выходе там пил такой ах какой классный пуэр ток просто все свое все усил ex усиляет усила еще что-то и я такой думаю блин на самом деле это что-то такое прям вот интересное, знаешь, захотелось попить еще и все, а потом попить так, а потом это, а потом чего-то другого, а потом такого, не такого, как у тех других, короче, и понеслось. А потом мы, помню, приехали к тебе в гости, я посмотрел, что еще и вот так вот оно, и вот это и вот пошло. Ну и опять же у меня был какой-то небольшой перерыв, знаешь, я там, вроде бы, вот меня затянуло, а потом был момент, когда не было рядом единомышленников, а одному как-то ну вот оно вроде бы есть, вроде нет, это был просто типот, это на работе, да, там день через день ты какой-то шу себе завариваешь, но без углубления. А потом вот оно опять как-то вот вернулось. Да. Ну на самом деле, да, на самом деле, мне кажется, чай там сам там самостоятельно расставляет все эти моменты, как бы, то есть там начинаешь чего-то вообще такого, а потом, ну, то есть, я же говорю, весь этот мир вообще не имеет ни краев, ни концов, то есть в этом очень, ну, очень классно, как бы. А ты вообще что пьешь, что любишь сам по себе? Ну, я в основном пью всегда шу и какой-нибудь красный. Еще я очень люблю миксовать шу с красным, но только не совсем красным. Не-не-не, я очень люблю шу и красный, и люблю миксовать шу с красным. А бывает, что красный шу люблю миксовать. Я имею в виду то, что я могу пить отдельно шу, отдельно красный, а могу их просто вот вместе заварить, понимаешь? как вот Бадуровка. Вот, только там у меня идет какой-нибудь в разных процентах соотношениях, но я попробовал несколько миксов. Самый, который мне заходит, это вот с Интюньмеем, потому что у него какой-то, такая вот какая-то подкопченность есть. И вот он мне в шу каких-то так красок привносит, таких вот прям, блядь. И вот этот чай у меня очень, он меня, знаешь, как будто я вот сел в паровоз, поехал, еще и наслаждаюсь яркими, красивыми облаками. И просто там... Это вот оно, вот это вот у меня сейчас. Вот ты встречаешься, короче. Ну, то есть это вот для меня такой самый интересный замут, короче. Я прям... Привет-привет, Андрюха. Здорово. Прям любитель вот этой темы. Даже у меня отдельный чайничек именно под эту тему есть специально, чтобы... Вот, вот, вот это вот класс, короче. Вот это класс. Блин, тоже, кстати, целая отдельная история, да, по поводу там организации пространства чайного, как он сам там все под себя делает вообще. Я, короче, там раскокали мы доску дома, я решил взять домой очередную доску, знаешь, с очередным чайником и там все остальное. И, короче, там не прошло, наверное, дня и три, как у меня там просто целая батарея, знаешь, какие-то гайвани там стоят уже, два термоса, какие-то чашек, вагон, три чахая, знаешь. Вот это вот уже там... Я такой, да блин, да я там дома пью там два раза в день чай, знаешь. Сразу целая такая, все заставлено, знаешь, все что-то моется. Там я уже принес отдельно еще электрический чайник еще с работы. Там ну все вот это вот такое, знаешь, как бы типа там набилось. Класс, очень здорово. То есть тут же мгновенно, знаешь, весь этот мир как бы сам по себе. Мне очень нравится, как бы как, я же говорю, как бы как оно, знаешь, как оно само делается. То есть я, я же не, ну, не участвую в этом всем. Я же просто как бы тут типа, знаешь, рядом. То есть я даже не знаю даже, как сказать. Оно просто, я как бы, ну, не источник, а как передатчик, знаешь, просто через меня. Очень нравится, как этот весь мир самоорганизовывается. Вот как, знаешь, как я видел такой видос, когда типа насыпают на пластинку какой-то там песка, что ли, да, или включают музыку, и оно как бы самостоятельно в какие-то там геометрические узоры. Вот это приблизительно точно такая же штука. То есть ты начинаешь пить чай, и вдруг твой мир как-то неожиданнейшим образом вдруг превращается в что-то такое более упорядоченное, которое тебе самому кажется, что это что-то не то, неправильно, не так надо. А потом, хоп, через какое-то время, блин, аллилуйя, славася Господь! У меня вот тоже, ну, сначала было так, то, что, знаешь, ты ищешь каких-то правил. Потому что, блин, надо вот так, а если я сейчас что-то сделаю чуть-чуть не так, то, блин, ну, все, короче, все пойдет не так. Главное еще спросить у кого-то, кто тебе скажет, ты все делаешь не так, все не то. Ни в коем случае, да. А потом уже, да, вот это вот особенно такая, знаешь, нашел какой-то там из сервиза чайник, блин, какой-то там вот этот фарфоровый там с какого-то, блин, разворю-ка я в нем вечером, дару, ну. Слушай, это, кстати, отдельная, кстати, тема для разговора. Я очень люблю фарфоровые советские чайники. Реально очень люблю. То есть, в смысле, именно вот, ну, блин, я тебе даже, я тебе даже показать даже не могу, что у меня там льется. Я тебе говорю, просто это вот как бы Black Lives Matters как бы. Black Lives Matters. Вот это вот. Просто я тебе говорю там. Ну, это даже, это, это даже не жидкость. Это жидкий терминатор. Это жидкий терминатор, знаешь, такой вытекает. О, а видно даже чуть-чуть вот там. Ну, да. Я очень люблю фарфоровые чайники советские. То есть, ну, у меня дома три, три чайника, два узбекских, ну, где-то 70-х годов. И один такой, знаешь, в горошек, ну, вот что-то, я просто периодически ходил там, ну, в смысле, хожу по Сарконному, и вот что-то я выцепил их. Один, кажется, Вова прислал, тоже из Николаева. Что-то такое. Короче, ну, чайники просто бомбей. Завариваются в них просто. Лучше, ну, вот, не придумаешь. Не знаю, как-то они, ну, не знаю. Вот вчера как раз пили чай и поняли, что надо купить небольшой фарфоровый чайник советский. Я вот в субботу-воскресенье пойду на Старикову, попробую найти там поменьше. Ну, и там не есть. Типа что-то такое, знаешь, не сильно большое. То есть мне, как бы, эстетика мне понятна, но я чувствую разницу во вкусе, в аромате и в состоянии вот в этих вот чайниках. Не знаю, я завариваю с огромной удовольствием. То есть глина окей там, и синцы окей, там все остальное, все это понятно, но вот эти вот, как бы, то есть домашние, помимо всего прочего, у меня тоже есть, да. Классно они, да. Мы говорили про правила, ты говорил про правила. Какой-то уют прямо. Я же говорю так, потому что главное правило, нет никаких правил. Вот так должно быть. У меня просто, ну, так как я же все-таки, если взять, да, там, чайный движ, как чайный магазин, например, да, у меня же вот именно, ну, как и у тебя, да, много людей, которые приходят и спрашивают, блядь, с чего начать. Вот я хочу, я хочу начать, а с чего не знаю. И вот они все есть какие-то правила. И вот тут главное как-то вот показать, что, блин, ты пробуй, так, сяк, эдак, блин, ну, правил-то нет. Как Бадуров когда-то сказал, находит минералке, говорит, ты его залей, если тебе так нравится, то, блин, почему бы нет. Слушай, в этом-то как бы момент, понимаешь, это сейчас такое количество информации достаточно, как бы, да, это сейчас такое количество, вы такие, знаешь, чисто зарядка для этого. Такие, оп, так, чисто с утреца. Ну, ты-то уже был уже в зале, а я как бы вот тут могу, знаешь, размять. Тут все вот это вот, чик-чирик. Что хотел сказать? Что-то мне чайчик вяжет. Про чай. То, что нет никаких правил, что можно заварить его чем угодно и что сейчас есть много информации. Сейчас огромное количество информации, совсем еще недавно, еще, ну, не знаю, там, 10-15 лет назад. На самом деле, ну, ничего такого как бы не было. И в этом-то и вопрос, знаешь. Ну, и ты, ну, где найти вообще, как бы, ну, как узнать, как надо заваривать? Как, и что такое пуэр? А вот это пуэр, а это пуэр, понимаешь? А это что? А как? И поэтому, ну, там, условно говоря, сейчас можно просто прийти вот к тебе или прийти сюда вот, в магазин, вот, да, и все узнать вообще, и все понять, и хоть посмотреть, потрогать руками и, ну, и задать какие-то вопросы. А там, 10 лет назад некому было их задавать. Ну, или там сидели какие-то люди, знаешь, там, там именно они уже все поняли, они уже там уже, все у них уже, там, и с ними уже там особо там не поговоришь. Поэтому в этом как бы кайф. Я имею в виду, что сейчас, вот даже вот то, о чем ты говоришь, это можно услышать. А раньше нет. Какая-нибудь книжка там, где написано ни в коем случае, надо ложить 8 грамм, там вот чая, 8, и мы взвешивали 8, понимаешь, ни, ни там, ни 9. Ни 9. Ни в коем случае. То есть такой момент очень прикольный, да. Как бы в этом плане, конечно, чай, из-за отсутствия правил, как бы он тем не менее создает вот это вот, да, самое главное правило, как бы о том, что да просто, блин, пей, радуйся жизни, знаешь, дальше там разберемся. Нравится тебе в советском чайнике, пей в советском, да. Тебе нравится просто, правильно? Сам на себя. Как вот оно вот. Вот по Украине, ну, я так, ну, не со всеми, конечно, чайными людьми знаком, но с большим количеством разного народу, и действительно, все пьют абсолютно по-разному. Кто-то пьет именно в походах, знаешь, ну, в той смысле, у кого-то вот чай как бы ассоциируется с каким-то, ну, вот именно с путешествием, горелочки, всякое походное утвари, какие-то движухи, то есть вот такой момент. Кто-то, именно вот академическая история, знаешь, там прям вот, ну, вот эта вот ручка там, тра-та-та, у кого-то такой момент, знаешь, кто-то там по спорту кидает все в термос. Очень прикольно, что в данном случае чай абсолютно спокойно, все эти вещи. Да, советские чайники как намоленные иконы. Ну, блин, если в чайнике 50 лет заваривали чай, то просто кипяток туда просто заливаешь, он тебе раз, и там шушку классную выдает. Прямо именно со всем. Поэтому, я имею в виду, что все пьют абсолютно разный чай. В этом как бы и кайф, как бы, потому что, я думаю, что в принципе вот этого вот чайного канона как такового, его, наверное, ну, у нас тут сейчас нету. То есть просто, вот все правильно, заварил, попробовал, понравилось, окей, значит, классно тебе. Заварил, ну, не понравилось, ну, значит, в следующий раз меньше положи. Все там. Или там, меньше держи, короче. Круто очень, сильно. Какие у вас там планы, короче, что ты там писал? Чайную не хочешь открывать, Николай? А что хочешь? Не хочу чайную. Ну, я вообще этот вопрос так рассматриваю, знаешь, я когда смотрю на формат чайный, да, что такое чайный. Особенно в период зимы. Это когда к тебе приходят люди, которым надо где-то пересидеть. То есть, и скорее всего, они не имеют отношения к чаю. Ну, по крайней мере, по-никаку Николая. Ну, то есть, как вот я пока, смотрите, ну, там, свою призму, да, вот это вот чайных людей и вообще вот этого всего. Человек, который пьет чай постоянно, ему надо еще найти время, чтобы прийти к тебе в чайную. Он будет говорить, блин, классно, либо между чайную, надо как-нибудь прийти. И вот это как-нибудь, оно будет, ну, вот когда-нибудь, когда вот у меня вот уже время освободится, я все-таки его навеслю. Вот. А все остальное время будут люди заходить, которые, типа, о, ничего себе, какая-то чайная. Это что мы здесь делаем? Это что, пьют чай? А что вот так? А что такое маленькое подплюда? Ну, короче, получается, что ты будешь просто отвечать на все вопросы, смотреть на людей, которые, которые дали тебе 50 гривен и сидят полдня, как-то, ну, и так можно остаться в дешевле, мне кажется. Ну, когда-то ж надо все делами сгодить. По крайней мере, ну, я это вижу, то сначала, наверное, людей надо с чаем познакомить. То есть, не пришло еще время чаяни. Вот в этом городе, как мне кажется, точно. Прикольная мысль, на самом деле. Может быть, действительно так. Мы открывали два раза, как бы, какие-то чайные места. И смысл, ну, у нас немножко, я просто думаю, что в каждом городе по-разному это. Ну, наверное, но просто как-то... А опыт чайных, которые здесь были, ну, ну, вот как-то так, и вот как я заходил в чайную, я прихожу, там сидит человек в китайской рубахе с драконом и слушает Гребенщикова, и там никого нет. Их сколько было, я не знаю, там было что-то так. Ну, и как бы... а... Сарик, слушай, я видел, короче, фотку однажды. У нас тут были люди в Одессе, я не буду называть имена. Короче, человек одел женскую рубашку, ну, китайскую, знаешь, с косым рукавом. Я так понимаю, думаю, что она мужская, короче. И фотки, они типа такие, знаешь, ну, типа стоят перед ними, посудка как бы, и при этом один чувак в женской рубахе. Я такой смотрю, думаю, что-то не то. Отправляю Бадурову, говорю, посмотри, он говорит, ну, может, ему так нравится, знаешь, может, он типа это как бы осознанно делает, знаешь, такое. Поэтому, да, вот эта вот история, это тоже, кстати, очень-очень крутая тема. Да, вот это, вот в первую очередь, да, вот такой вот момент. Так и есть. Чаще всего бывает о том, что люди думают, что это какой-то очень-очень крутой бизнес. И типа раз, и все, и сразу мы тут сейчас заработаем всех денег, и те, кто открывает чайный, или те, кто чаем начинает заниматься, они сами по себе чай не пьют. Ярик, привет. Это вот мой сын добавился, видишь? Ага. Здорово. А на самом деле, как бы, естественно, то есть, если ты чай пьешь, то там оно все, как бы, происходит все естественным образом, понимаешь? А если ты такой думаешь, я сейчас заработаю миллион, открою чайную, ничего это не получается, не работает оно, сто процентов. Поэтому тут, тут такой, как бы, момент. Ну, получается, это не бездельники, чтобы ходить по чайным, понимаешь? По кофейне, например, ты бежишь куда-то, ты залетел, выпил, здорово, чуваки, побежал, конечно. Чай, он, ну, немножко не так работает. Там надо посидеть. Посидеть какие-то вечера, или еще что-то. Как формат, ну, наверное, интересно, но пока вот для меня удовольствие для обеспеченного человека. Знаешь, вот у меня все есть, мне надо с ним позвониться, открой-ка я чай. Пусть это у меня приходит, я, ну, по крайней мере, я же, ну, через себя это принимаю, как бы, да, как я это. Конечно. Здесь какая-то чайная, в городе, например, да, крутая. Ну, я туда схожу только ради уважения попить чай, но опять же, я не буду там сидеть постоянно, и я не буду клиентом этой чайной, как бы, какие бы люди ее не открыли, и кто бы крутой чай там не был, понимаешь, я схожу туда, скорее всего, куплю там чай, и буду пить его там. ну, как и вот, в больших городах, когда уже народ поймет, что вот чай это чай, да, когда я смогу, например, ну, было бы интересно, наверное, открыть предприятие, и делать не просто вот чай, да, там, сейчас я вам дам чайник, и вы будете себе вот этот термос пуэр заваривать, а делать на этом фоне какие-то варки, да, в стакане что-то сварил, каким-то молоком перемешал, добавил сверху какую-то штуку, в стакан запихнул, и типа на тебе, короче, капучино на пуэре, возможно, вот такой формат, да, он прогрессивный, он интересный, какой-то современный, и, возможно, оно бы за что. Ну, чтобы был выбор, и чтобы можно было взять с собой. Я думаю, что, мы тут вольны вообще выбирать, понимаешь, и на самом деле, как бы, в связи с тем, что вот главное правило о том, что нет никаких правил, мы можем делать что угодно, мы же не китайцы, поэтому, то есть чай входит в культуру украинскую в данном случае, и занимает то место, как бы, ну, как бы, которое свободно, а если оно не свободно, то он тут сам там разбирается, знаешь. Да, но тут момент, смотри, какой, я думаю о том, что чай может, и, наверное, даже, ну, было бы правильным сделать его, как некий, в смысле, чайное, как некое место, в котором, в котором, это не клуб, как бы, для единомышленников, потому что этих клубов, там, вагон миллионов, а в котором есть, ну, что-то типа, какого-то образовательного проекта, что-то типа, ну, я не знаю, место, в котором не просто там люди занимаются йогой и пьют чай, а где там какая-то есть информация, где можно посмотреть что-то, почитать, послушать, как бы, то есть, где-то что-то типа, как, знаешь, как какое-то уникальное место, где можно поделиться каким-то опытом, где можно поделиться какими-то знаниями. Возможно, кто-то вот в этом плане будет работать. То есть тогда вот можно... А если формат дегустации, формат в чайных фестивалях как раз, ну вот когда вот тебе надо, и ты за этим придешь, понимаешь? Вообще чайный фестиваль, мне кажется, что уже Украина уже так уже созрела для этого, знаешь, просто как сделать, вот в этом году должны были там ребята сделать чайный фестиваль в Карпатах, куда приглашали там Бронислава Брониславовича, Ева этим занималась, но оно там по разным причинам не получилось. Ну, просто как типа некое объединяющее какое-то действие. Чай-то объединяет, чай объединяет все под небом, знаешь, поэтому тут как бы история такая. Короче, мы говорим про одно и то же, но по-разному, но я думаю, что, во-первых, во-первых, в принципе, как бы, ну, мы еще не привыкли к тому, что есть чайная, в которой ты заходишь, посидеть полчаса, выпить именно конкретно чаю и пойти дальше, это как бы люди не привыкли. У нас, по крайней мере, в Одессе чаще всего люди покупают чай для того, чтобы попить его дома, ну, или там на природе с друзьями, где угодно. Но в смысле прийти, заплатить деньги, там, 200 гривен, 100 гривен, 300 гривен, и попить не работает это. Я знаю, что в других городах там оно как бы как просто, как вот типа времяпровождение, знаешь, как, я не знаю, ну вот. Вот, то есть вот это не работает, а место, в которое можно зайти, почитать какую-то книжку или взять эту книгу, или вечером там посмотреть какое-то кино, или, знаешь, просто, как сказать, место объединения большого количества людей, куда бы я там пришел для того, чтобы там найти Любомира Бороду, знаешь. Вот типа туда зашел, а он там все, то есть даже не созванивается, он там сидит, пьет там чаек, общается с людьми, там назначает встречи. Такого еще как бы типа не случается. Но я думаю, что возможно будущее за этим. Потому что как-то так, знаешь, ну такое. Пока у нас получается чайные, это либо клубы на фоне занятий боевых искусств, либо на фоне йоги, либо, ну, просто как бы пацаны там себе открывают что-то свое, знаешь, там для какой-то своей тусы. Ну, ну это как бы чайные клубы. Возможно, было бы, наверное, интересно делать это как-то современно и по-айтишному, да, делать какой-то чайный кого-то. К примеру. Да. Чтобы не было палочек там и каких-то там бут на каждом углу. А чтобы это было современно, чтобы человек пришел, не испугался, и там сидел, пил чай, как бы ему было хорошо, работал, общался с такими. Ну, то есть вот такого плана. Ну, вот смысл, да. То есть мы с тобой много раз говорили, мы же не китайцы, поэтому, как бы, наш, как бы, типа, делал... То есть, ну, очень прикольно взять их опыт, да, какой-то, да. Вот все вот это, ну, вот, например, ну, многих у вас можно это вообще как бы отталкивать, да? Он видит, думает, сейчас приду, а там люди в кимоно начнут на меня нападать, что-то мне там предлагают. Ты знаешь, короче, я помню, я когда-то не мог реально понять, почему люди сидят на полу, короче, и пьют чай. То есть вот лично мне не было понятно. То есть я, какого я банана должен сидеть, ну, на карачках и пить чай? Ну, блин, мне не нравится это, лично мне. Ну, я дома там могу там подложить пять подушек, знаешь, поставить на пол там на ковер доску и как-то возлечь. Но, ну, то есть я вот прихожу там, ну, условно, в чайную, да, и мне надо обязательно ложиться. Я же, блин, не монгол, как бы, ну, короче. Знаешь, я помню, мне это просто как бы... А там, поехав в Китай, я увидел, что что-то я там не видел людей. которые сидят на полу, знаешь. Что-то я не понял. Вот. А потом, оказывается, что это просто, ну, такой фан такой, как бы, прикольный, знаешь. Типа, ну, там, индусики, как бы там кому-то там что-то. Вот. То есть, ну, вот в этом все. Конечно, то есть, как бы, если ты приходишь сразу, погружаешься в какую-то там атмосферу, то это тебя все равно в какие-то рамки загоняет. Как-то тебя пытаются организовать. Ты посмотри, я прям не могу усидеть вообще. Пью, попил чаек, меня аж крутит, бедного. Ты думаешь, наверное, блин, а вдруг я сейчас что-то тут не так скажу. Правильно? Сто процентов, да. Это как, знаешь, это как в зал приходишь, а ты толстый, знаешь. А в зале уже все такие качки такие, все такие здоровые, хопа. А ты такой думаешь, блин, сейчас что-то там. И ты еще, естественно, взял гантель и уронил ее, знаешь. И она там, тун, бам! И все такие, рам за тебя. И вот это вот из этой же оперы, знаешь. Вот это вот из этой же ситуации. Поэтому, да, на самом деле, тогда, когда всем станет понятно, что чай, это свобода. В первую очередь. Да, и тут вообще. Вот тогда будет все проще, все значительно, да. Тогда все будет значительно проще. Расскажи про аквариум. А то вот мы сейчас проговорим, проговорим, и я забуду спросить. История такая, очень классно, да. Значит. Ох, у тебя откуда? Ё-моё! Пиратский диск, короче, там не для продажи в Москве. Этот. Ну, я очень люблю аквариум. И так получилось, что в прошлом году, в прошлом году музыканты аквариума Костя Туманов и Игорь Ширин были здесь у нас. Ну, вот в магазине, в чайном. Были здесь. И я еще знаком с Игорем Тимофеевым. Ну, то есть, в смысле, мы как бы, они тут пили чай, общались, и так им понравилось, что они рассказали диде Боре про это. В смысле, я, ну, я как бы не набрался смелости его приглашать, там, значит, или как-то навязывать, или чтобы это не выглядело как реклама, там, типа такое. Они сами ему рассказали, и он сюда пришел. В прошлом году был здесь. Мы тут сидели, с ним пили чай. Где-то там часика полтора. Вот. И я так весь, знаешь, как-то там воодушевленный, весь такой там тра-та-та, как бы. И в этом году возникло, как бы идея-то возникла давно, но в этом году я уже там набрался храбрости и связался непосредственно с Максимом Ландес, с директором аквариума. Говорю так и так. Мол, типа, есть вот такая вот, как бы, идея, сделать чай, денег заработать там, ну, окей, как бы, но при всей, при этой ситуации понятно, что какая-то большая часть этого, этих блинов будет там роздано, подарено. Да, это просто как дань уважения и любви, знаешь. А как раз тогда наступила корона, и мы там долго не могли встретиться, там какой-то месяц. А они когда попали к моей вящей радости, как бы он сразу сказал вообще, это именно Кемска Волость, забирайтесь, именно, типа, делай, делай, что хочешь, как бы вообще, то есть такое. И вот, чай-то совместный, сделан с Ильей, естественно. То есть, как бы, тут в данном случае, и мы вообще участвовали крайне мало, то есть задача была организовать это все и четко объяснить, что хочется от этого чая, и что хочется, чтобы было там сырье, и прочее, прочее, прочее. Вот. Илья где-то приблизительно полтора месяца искал это сырье, то есть ему все время что-то, ну, это вот он, как бы, вот, то есть, условно говоря, для другого чая уже бы это сырье подошло, а конкретно для аквариума вот все время вот он, там были какие-то у него свои собственные требования, и вот, искал, 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 нашел. Тут еще знаешь, какой-то прикол. Получается момент такой, то есть, как бы, тут уже воля небес, как бы, то есть, вот, обложка, которую я показывал до, ну, в смысле, там, вот Максиму Ландэ и самому Борису Борисовичу, здесь было просто дерево со звездой, ну, вот это знаменитый их там, логотип, символ и прочее. То есть, вот этого вот контура не было, или, не знаю, как это, рамки. И вот готовил макет к печати Леша Пьянков. Вот, и вот эта вот рамка, она должна была быть, как бы, внутри, то есть, она должна была заворачиваться. Ага. А, как бы, отправив ее уже в Китай, китайцы, как бы, там, решили, что надо сделать ее вот так вот. То есть, я имею в виду, что тут очень, в очень многих случаях, и в данном случае тоже, конечный продукт, он зависит от такого количества факторов, и моя воля здесь не очень кого-то интересует. То есть, это, ну, блин, небесный император, знаешь, тут решает, короче, как там, как надо и как не надо. В данном случае мы имеем чай, который уже сам по определению очень крутой и качественный, но при всей, при этой ситуации, я думаю, что со временем он будет еще лучше. Я вот чувствую, это какое-то что-то очень похожее на коня счастья, очень много почки здесь. Но при, ну, но при этой всей ситуации, я не знаю, тут не видно будет по-любому. Не видно будет. Но при всей, при этой ситуации, он какой-то такой, знаешь, у него ореха много. То есть, вот того, чего как бы тут, он, конечно, похож на все наши с Ильей Чаи, но он чуть-чуть выделяется в какую-то сторону больше вкуса в нем, как мне кажется. Вот. Естественно, то есть, и там так получилось, что неделю назад Борис Борисович был в Украине, был в Херсоне и потом был в Черкассах. И вот он улетает из страны и через день этот чай приезжает сюда. То есть, как бы, ну, мы просто не успели, я не успели. Если бы он был бы там в Херсоне или был бы в Черкассах, то я бы, естественно, повез бы этот чай для того, чтобы он там как-то подписался, дать ему что-то. А тут получилось, что просто там вот разница в два дня, знаешь, не успели. Но сюда в этот же день опять же по счастливой случайности попал Максим Ланде, который там, ну, я ему там как бы там подарил какое-то количество чая и мы там успели все там поручкаться, сфоткаться с этим чаем и тому подобное. Я очень надеюсь, что он им понравился. Ну, то есть, как бы получается, что это что-то типа официального чая. Ну, это не их официальный мерч, но типа все в курсе, все как бы одобрили, благословили, я не знаю, как это правильно сказать. Дали добро на то, чтобы вот был выпущен такой чаек. Это, ну, мое мнение, что это как бы наш типа такой вот, знаешь, типа вот верх как бы. Во-первых, чай очень классный, во-вторых, ну, такая коллаборация с такими людьми мне очень, конечно, для души как бы такое. То есть, это вот такой как бы момент, знаешь, как, ну, я не знаю, как бы очень круто. То есть, Илья, аквариум и я, знаешь, что в этом треугольнике как бы все здесь, ну, очень классно все получилось. Мне очень приятно быть в такой хорошей компании. А много? Пропал звук. Количество, тираж какой? 210 штук. То есть, вообще, пью. Ну, мы выпускаем все блины тиражом 420, 60 туннов. В данном случае сделали, а? А тут 30. А тут 30 как бы, ну, сделали минимально вот то, что можно сделать. Может быть, даже если можно было сделать меньше, я бы сделал бы еще меньше. Ну, вот минимум. Но, понимаешь, как, то есть, задача, окей, там, деньги, понятное дело, заработать всем хочется и тому подобное. Но при этой, как бы, это как, я даже не знаю, как, знаешь, немотивированный акт красоты есть такое понятие. То есть, просто очень хочется, чтобы это было сделано. И я искренне сомневаюсь, что я сумею с него заработать. То есть, тут такой момент, понимаешь, потому что я, там, друзьям, давай его как бы дарить, там, там, как-то, ну, то есть, это как нечто такое, блин, я не знаю, я очень горжусь этим, вот так. То есть, мне очень нравится, что это получилось, понимаешь, что все случилось так, как случилось. И искренне надеюсь о том, что это, как бы, послужит все. Не знаю, о чем дальше. Короче, короче, получилось так, что вот, да, такая вот, то есть, помимо того, что вообще сама по себе коллаборация магазина чайной пьяницы и Ильи Бадурова, это классная штука, которая уже сделала, 10 чаев мы сделали, 10 полноценных блинов, как бы, это классно, и мы показываем вообще, что это можно делать. Вообще мы как ледокол, знаешь, то есть, просто показываем другим, что, блин, смотрите, что происходит, как можно работать, как что можно делать, как можно выпускать, или что там, каждый уже дальше себе творит, что угодно. Ну, естественно, масса народа этим пользуется, как бы, ну, в смысле, просто видит, что делается, и делает то же самое, или там свое делает. А тут, как бы, получается вот такой, знаешь, момент, то есть, там, да, то есть, вот, коллаборация такая, с аквариумом, как бы, в плане такой, то есть, понятно, что, как объяснить, то есть, ну, при его, ПТЕ надо обязательно слушать, аквариум, тогда, как бы, она вкупе происходит, мы его прям с диском продаем, да. Я шучу, конечно. А я такой уже, такой подумал, с каким диском? Мне вообще, на самом деле, очень, очень нравится, вот эта вот штука, о том, что можно, можно в любой момент, как бы, ну, опять же, нет правил, то есть, делай, что хочешь, делай с любым музыкантом, другом, создай какой-то совместный, какой-то проект, посвяти этот чай, чему-то. Ты же не можешь абстрагироваться от того, что на этом чай, там, что-то, ну, как вы яхту назовете, так она и поплывет, понимаешь? У китайцев, кстати, это очень четко работает, то есть, у них нет каких-то уничижительных, каких-то понятий, знаешь, у них все очень четко, как бы, понятно и прочее, прочее, прочее сейчас. Поэтому тут, знаешь, тут, как бы, такой момент, и в данном случае, вот, то есть, мы можем, мы можем его посвятить аквариуму, то есть, как бы, вот этой вот глыбе, знаешь, знаний, каких-то понятий, пониманий, и прочее, все просто. Кайф, то есть, если еще кому-то это понравится, будет только здорово. Если люди при всей, при этой ситуации, смогут еще, как бы, воспринимать это, как некий, ну, повод для своего, собственного самовыражения, да, кайф, очень круто. Я же говорю, 10 блинов сделали, то есть, реально, вот, на настоящий момент 10. Да, и я думаю, будет еще, все очень интересно. Настольные игры в чайной, это тема. Да, 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 все тема, все тема. Да, мой Ярик пишет, это мой папа. Привет, Яр. Типа, ребята, если кто не знал, я его папа. Класс. Моя дочка не сидит, наверное, не заходит писать. Я не, я выходил из дома, говорю, там, приду, проверю. Типа, чтобы все смотрели. Да, поэтому тут такой момент. На самом деле, оно действительно, знаешь, оно как бы, чай, в принципе, он как нить, как спица, знаешь, на которой все нанизывается. Музыканты, там, занятия, спорт, там, любой образ жизни, хочешь здоровый, нездоровый, все туда, понимаешь. Да, все будет. У чайной касты, вроде, да, тоже там спрашивают, типа, а это что это там за чай? Он такой, а это наш ММАшный, ММАшный какой-то там чай, знаешь, там, это там такое-то, блин. Слушай, мне выслал, мне выслал Дима Рыбалка, скинул, скинул мне файл о том, что на Афоне православные монахи пьют китайский чай, там, Я, я слышал о том, что есть, блин, кошерный, короче, то есть, прям там со звездой Давида, знаешь, такой. То есть, я как бы понимаю, что это входит все-таки в культуру какую-то, ну, я даже не знаю, европейскую ли, ну, то есть, как бы, типа, ну, вот, как бы культуру вообще нашу, и думаю, что через какое-то время появится целая куча чаев. Ну, как бы, какой-то традиционного, не знаю, ну, в смысле, с чем его тут связать, как-то. Ну, вот, одесский, вот у нас был Пушкин, как бы, на котором был такой пьяный дюк, такой, знаешь, в сторону, как бы, так. А, кстати, с Пушкиным тоже, я делал «Коня счастья» черного и зеленого, Шен и Шу, мы их делали с русскоязычной обложкой и с украиноязычной обложкой, был «Счастливый кинь счастья», то есть, Лена, Лена Пархисенко делала, именно, в смысле, вот, ну, две по две, но, опять же, так вышло, как бы, что китайцы сделали весь тираж полностью, только русскоязычный. Пушкин делался с надписью «Пушкин», и Пушкин делался с надписью «Пу Си Цзинь» иероглифами. Китайцы по какой-то причине сделали только «Пу Си Цзинь», то есть, ну, опять же, то есть, как бы, тут, я имею в виду, что тут оно все само без нас, вот, как-то, знаешь, то есть, все как-то происходит без, ну, самостоятельно, как-то так. они в последнем муке про утверждение не присылают, короче, да, они такие, хоп, сделали, прислали, короче, как бы, да, по факту, понимаешь, как, это, вот, в этом, как бы, есть вот это «мы», понимаешь, то есть, когда мы общаемся с Ильей, здесь, вот, есть, вот, есть какая-то, какой-то процент вот этой вот погрешности, вот этого «чабудо», понимаешь, и в этом, судя по всему, заключается вся душа, в том, что очень многие вещи происходят именно так, как они должны произойти, ты тут этим процессом не руководишь, ты делаешь все, что ты, как бы, типа, должен сделать, а дальше, ну, вот дождь пошел, знаешь, вот окей, как бы все, типа, от тебя это не зависит, то есть, да, мы, как бы, там, контролируем на все, ну, вот, например, видишь, да, то есть, вот, например, вот тебе Дарума, да, вот у Дарумы, вот Чик, видишь, у него, как бы, вот картиночка вот тут вот расположена, вот, красиво, а тут опа, опа, понимаешь, опа, и вот, и все, и вот, в смысле, это кайф, понимаешь, я в этом вижу какой-то вот свой вот мын, понимаешь, что как бы, ну, блин, ну, это, да, это бизнес, да, да, ну, не бизнес, понимаешь, потому что тут не настолько все, как бы, вот, понимаешь, вот, вот оно как-то все-таки пахнет чем-то, душой какой-то, я, я, по крайней мере, это чувствую, о том, что, ну, не настолько ты тут все можешь предугадать, как бы, предсказать, не настолько ты можешь все это предусмотреть, и там, Давай чай сделаем вместе с тобой какой-то. Давай. Какой? Надо подумать. Давай подумаем какой-то. У нас сейчас должно... Мы приготовили... Один уже делается. Будет сейчас серия из четырех стограммовок. Может быть, да. Украиноязычных таких. В таком этническом стиле делаем. Четыре штуки. И у нас еще до конца года еще один чай должен войти. Сто граммов. Большой. Блин, зачем я это все рассказываю? Кто мне наливает? Алло, я не знаю. Прекратите мне. То есть, в смысле, вот-вот. Это как некий инструмент, блин, прикинь, самовыражение. Делай черхойшка. Чай, класс, офигенная штука. Я знаю, сколько, блин, мы придумываем. Сколько разных приколов, короче. Сколько не доходит до... Ну, до конца. Сколько всяких идей таких. Ну, вот, в данном случае, вот, например, Дарума, это чисто проект Димы Доктора, да? Ну, то есть, идея там, я уже не помню еще, но вот, в смысле, вот это он все придумал. То есть, это, ну, как бы, блин, такой кайф, как бы. То есть, ты можешь это сделать сам, понимаешь? Ну, очень-очень все прикольно. То есть, ты можешь придумать все, что угодно. Дарума, круто заходит. Так вот, моим всем Дарума прямо хорошо заходит. И те, кто вот берут ее, потом возвращаются, берут все, короче, ну, то есть, так, прям, зашел чаек. Слушай, ну, на самом деле, его уже осталось совсем мало. Это мы просто попробовали, сделали. Дима нашел людей в Китае, то есть, это уже не с Ильей сделан. Дима нашел людей, они прислали пробники, мы их попили, понравилось. Попили, 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 понравилось, понравилось, как бы. И вот возникла такая идея, как бы попробовать с этими чуваками работать. Тут 40 килограмм чая, 400 блинчиков, это очень мало. Ну, то есть, в данном случае, как бы, такое. То есть, и, ну, его осталось там что-то, ну, короче, я думаю, неделя. Месяц? Да, неделя, неделя, думаю. Думаю, да. Надо, чтобы брали на заметку. У меня есть. Будет другой, приедет, никаких вопросов. Как бы, я имею в виду, что просто он, как бы, ну, расходится. Это очень хорошо. Ну, и мне, на самом деле, нравится, когда чай заканчивается. То есть, в смысле, вот, был Пушкин, Пушкин продался, все, Пушкина нет, понимаешь. Ну, как бы, кайф, что это не вечно, знаешь, как-то такое. А вот оно раз, чик, закон, будет другой. Вспоминай тот, держи там. Как-то, ну, я даже не знаю, как правильно. Мне вот, вот, и это тоже нравится, понимаешь. Вот во всех этих упаковках, о том, что можно сохранить блинчик там. А, у нас же есть еще один проект. Вот как бы, да, промолчим, да? Или скажем. То, что у тебя есть еще блины с этим. Ну, это ты смотри сам, надо или не надо. То есть, короче, до конца года еще минимум два блина будет, да. То есть, я имею в виду, что вот не хочется, чтобы люди выбрасывали это. Ну, вот, если это наша болтовня, ни о чем, по сути, если она зайдет людям и нам, тогда мы там через какое-то время выпустим повтор, ну, в смысле, дальше будем рассказывать друг другу о том, что там происходит, что есть. Да, и может быть в формате более интересном, как вот я к Диме приезжал, мы там что-то снимали. Вот, возможно, мы так и сделаем. Может быть, там, я катнусь в Одессу, либо Дима приедет ко мне сюда, наконец-то, посидеть на полу. Слушай, тут же... Это ковер. Ковер – это тема, у меня вот тут тоже есть ковер. А сидеть не так, потому что у меня травма ноги, я не смогу даже сесть так, как сидят все вот эти вот странные люди. Да нет. Странные люди. Я так круто, что я делаю. Слушай, на самом деле, мы все тут рассказываем обо мне, обо мне. Это же не интервью у меня берется, и не эта история про меня. Мы просто болтаем. Расскажи мне, пожалуйста, про чайные бега, или что там, какая вот эта история, о том, что как ты чай со спортом вяжешь. Расскажи про своих этих хроссфитеров и прочее. У меня чайных бегов точно нет. Это ты же... Ну, не, не, не. Ну, не важно. Я имею в виду, что... Сейчас он где-то в Херсоне. Вот. У меня такое... Я вяжу со спортом, знаешь, как... Это... Типа люди бегают, прибегают, а я их тут чаем на финише помню. Ну, вот какие-то такие фишки. И они подключены... А ты не думал, что они бегут исключительно только для того, чтобы попить у тебя чай вообще? Конечно. Все красивыми фотками. Это же... Чай, короче. Ну, вот так вот. К спорту подвязано, потому что, ну, неспортивный человек, мне кажется, не проснется в пять часов утра, чтобы встретить рассвет с Любомиром Бородой, попить чай непонятную... Нет, 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 нет. Передача, передача. Рассвет с Любомиром Бородой. Да. Класс, класс. К спорту, как бы, у меня много друзей спортсменов, много друзей военных, как-то, да, и чай, он очень хорошо вяжется и там, и там, то есть, ну, и не обязательно делать какие-то там, как это там называют, какие-то там церемонии, там, какая-то правильная посуда. Вояки у меня, они берут голову, они заваривают их в термосе, им вообще там в кайф как-то, да, ну, удобно носить с собой, удобно всегда. Многие знакомые сейчас вот тоже катают с собой в машине голову, заваренную в термосе, и это круто, как бы, они вот недавно только вроде там начали, там, еще что-то, что-то. Я посоветовал, ну, не хватает времени, да, там, сидеть и распивать, но вот закинуть в термос какой-то нормальный, который долго держит и заваривает, и время от времени в машине попивать, оно уже как бы заходит, понимаешь? Эти люди потом начинают, ну, как-то дальше, да, там интересоваться, а вот можно же еще и вот так попить, и вот так. Ну, то есть у меня, да, у меня, наверное, мое окружение, ну, точно не йоги и не буддисты, да, это какие-то спортсмены, военные, там, какие-то активные, там, уличные партизанки, колесие, вот так вот так вот. Но очень много людей, которые как раз, ну, чаем нравится уже как-то больше, чем другое, это чай. И еще есть категория, люди ищут альтернативу кофе, когда кофе уже просто каптал, да, они просто кофе не могут, вот, но кофе слишком рассеивает, да, рассеивает, что-то суматошно, ты вроде делаешь много всего, но все в никуда, и не можешь потом собрать все, что ты делал, короче, так и, ну, рассылка. Да мне кажется, это как бы, это совсем вообще разного поля ягоды, знаешь, кофе нас приучили к тому, что это, типа, просто бежал мимо, выпил, вот как ты говоришь, ну, просто выпил и побежал дальше, а чай говорит, спокойно. Посиди, да. Ну, и когда говорят, типа, предложи что-нибудь, там, как альтернативу кофе, и мне очень сложно вообще предложить что-нибудь как альтернативу кофе. Как альтернативу кофе я могу предложить, знаешь, там, взять, блин, чай пакетированный, кинуть пять штук, короче, в кружку, залить, так же, поддать его, короче, и куда-то побежать. Он так же тортнет, да, еще и, может, блеванешь по пути, потому что оно прям вот очень хорошо будет. Вот, но тут невозможно эту декорацию вот в кофейном прям заменить чаем. Это в какой-то другой мир, как-то, да. Возможно, надо как-то научить себя жить без кофе и жить с чаем. Ну, это два разных каких-то темы. Никакой пуэр, ну, там, никогда просто кофе тебе не заменит. А лучше все равно того, который ты получаешь, а кофе, который ты не держишь. Ну, согласен. Понимаешь, просто людям как бы, людям нужен какой-то импульс утром. Ну, они, ну, просто они не могут проснуться. А кофе, там много сахара и много вот этого крепости. Вот и все. То есть, на самом деле, уже никто уже не помнит, знаешь, каким должен быть кофе. Вот тот самый, который вот собран, вот там обезьянка принесла и, знаешь, этот человек в Колумбии, там вот это вот. Ну, то есть, сейчас пьют какой-то напиток. Он прикольный, наверное, верно, но смысла в нем, наверное, нету, я так думаю. То есть, как бы, ну, а тут, получается, Пуэрти дает сразу импульс достаточно четкий, жесткий такой, и ты получаешь сразу заряд такой бодрости. Плюс там у тебя начинается этот перестатик работать, побежал в туалет, знаешь, та-та-та. То есть, как бы, типа, явное такое действие. Ну, окей, да. Если ты получаешь от толчка, ты просто получаешь такой, оп, такой волной, да, ты так его аккуратно принял, и он тебя... Ну, то есть, если ты это дело воспринимаешь, как бы, как чисто физуху, окей, но для меня, как бы, чай, это тоже, как бы, упорядоченное действие утреннее, некий ритуал. Ну, то есть, ты садишься, да, у тебя чик-чик, доска, ты что-то проливаешь туда-сюда, как бы, там, опять же, у нас там часто, ну, не всегда бывает, скажу прямо, ну, как бы, знаешь, типа там, например, до 10 часов утра телефоны никто не трогает, знаешь, типа вообще, там поели утром, позавтракали, попили чай, мало сейчас во вторую смену, то есть, соответственно, уже тоже какая-то ритуальная часть, и ты уже с этим чаем, ты уже входишь в день совершенно по-другому, все правильно ты говоришь, нет рывка, есть большая длина волны, как бы, то есть, ты уже мягко, мягко себе потек, и потом уже там, ты уже как бы просто втекаешь в день, да, ну, я и вечером пью чай, точно так же, чтобы как бы мягко зайти себе спокойно, вот уже в сон, то есть, я пью и в том числе, только не пью шу, не пью я вечером, мне хочется поспать, я пью, получается, что когда я пью вечером шу, так как я просыпаюсь в 5 утра, тело все равно мое вырубается, а мозг нет, и он у меня что-то там, мешает мне, я начинаю что-то думать, короче, ну, и получается, такой, ну, не отдыхаешь, какой-то, ну, не отдыхаешь, ты не можешь полностью углубиться в сон, он какой-то поверхностный, короче, вот, вот у меня вчера даже, вот, аквариум я вчера пил в 3 часа дня, вот, и всю ночь я что-то думал, хотя вечером, представляешь, насколько это так, да, подействовало, ну, вот, у меня так бывает с новыми чьями, да, когда ты вот что-то новое берешь, такой попил, и потом вечером, я его ничем не перебиваю, короче, там, не шлифую, и ночью, да, может быть такое, что вот он тянет, короче, меня еще аж до утра, знаешь, там, себя обмозговываю, там, что-то там думаю, короче, ну, какое-то такое, я бы это сравнил вообще с переживанием перед каким-либо выступлением, да, я раньше там музыку уже начинал, там, или там, тебе надо пойти на радио, дать интервью, и ты вечером думаешь, ага, как пойдет, и ночь, она такая, может быть, неспокойная, там, а вдруг там это, там, какие-то мысли приходят, вот так вот у меня иногда бывает после такого-то нового, такого хорошего чая, который я ближе к вечеру, да, во вторую половину не отдал, и, блин, я всю ночь что-то переживаю, но переживаю за то, чего в принципе-то не будет с утра, как-то, знаешь, но все равно, оно такое происходит, короче, со мной, и я стараюсь, ну, ну, с чем-то неизвестным, и там, каким бы он ни был хорошим, ну, стараться вот, блин, после трех не играть уже, короче, не знаю, может быть, вот такое, я вечерком все время у меня вот что-то там, ну, в последнее время вот как раз на умах, это мой такой вечерний чай, и, опять же, это вот, в советском чайнике, короче, я его там завариваю, ну, вот он, вот он действительно получился, вот тут прям, прям вот получился, знаешь, если еще пуэром, спасибо большое, если еще пуэром чаще всего надо какое-то время, чтобы они просто подышали местным воздухом, набрались влажности нашей тут, или вообще просто нашего ци тут местного, то вот красный, ему как раз надо быстрее пить, ну, в той смысле, он через год его не будет уже, знаешь, поэтому вот он, есть в нем такое. Слушай, я тебя очень хорошо понимаю, да, вот в плане, в плане того, что, да, чаще всего бывает о том, что чай какие-то, судя по всему, задействует какие-то такие участки, каких-то глубинных мыслительных процессов, которые просто так, наверное, они не затрагивают, я не знаю, ну, я, судя по всему, тебе понятно, о чем я говорю, то есть, но я не знаю, как это сказать, то есть, ты вот попил чай, и оно тебе является, как, знаешь, каким-то катализатором для каких-то мыслей, которые, может быть, просто так бы не появились, очень интересный момент. И часто, все чаще в снижении, которая, знаешь, она появляется, думаешь, бля, оно вот, как будто перед тобой лежало, но ты не видел, покачали. Вот решение этого. Источник творческой идеи какой-то, ну, или вообще идеи, как таковой, да, в этом есть, конечно, смысл. Такой, тут понимаешь, еще в чем момент, как бы, на самом деле, это ты пьешь пуэр, а тут же, как бы, знаешь, там, например, Илья пьет большое количество утесных улунов, и они там себе, как бы, знаешь, рассказывают свою какую-то историю. Привет. То есть, как бы, тут я имею в виду, что каждый чай, в общем и целом, насколько я понимаю, действует совершенно по-разному, не в плане психосоматики, это понятно, там, один там успокаивает, другой там как-то там тонизирует, а вообще, в принципе, как бы, каждый чай, как будто, приоткрывает новую грань, бриллианта, через который ты видишь мир, через, ну, смотришь на мир, мне так кажется. То есть, часто бывает, да, это, наверное, вот я сейчас подумал, это, наверное, со всеми вещами, знаешь, то есть, ну, как бы, там, просто часто бывает, что там попил пуэра, да, и у тебя какое-то свое, какое-то видение, или приходит, а там, например, там попил какого-то красного или белого, и совершенно все по-другому. Момент такой. это по-другому. Вот, я не привозил. Да, подожди. Мои фразы. Да, да. Не, ну, нормально, что, вы поздно, кто-то рано, кто-то поздно, да. Вот, короче, интересный момент. Я на самом деле, что-что? Я говорю, может, что-то еще про мою песню надо рассказать, а то, говоришь, все я, все я. Нет, слушай, ну, на самом деле, ну, мне интересно, понимаешь, как, во-первых, я говорю, в каждом городе по-разному, во-вторых, мне, ну, мне интересен твой выбор, или твоя жизнь, или как бы твой вид на все это, понимаешь, потому что ты сейчас сделал, по сути, смыслом жизни, как бы, вот это все, ну, как бы, чай занял неотъемлемую часть жизни, и ты этим занимаешься постоянно. То есть, знаешь, ну, условно говоря, там, блин, ты не работаешь там, знаешь, где-то, и пьешь чай об этом рассказать. Это не хорошо, неплохо, просто класс, то есть, ну, понимаешь, да, а тут у тебя, как бы, это прям вот, как чадал вот такой-то. Ну, работа связана с чаем, короче, можно так сказать, на данный момент. Какой-то такой-то 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 аксессуарами для туризма, путешествия, брутальные мужики, ножи, какие-то фенечки, паракорд, косметика, сумки, рюкзаки, вот этот вот весь движ, и просто каждый год под Новый год я собирал какие-то комплекты подарков, да, там коробочные варианты. Когда-то там даже было там крафтовое пиво, крафтовое пиво, мужской шампунь, какой-то бальзам, что-то еще, ну, и девушки, соответственно, покупают и там дарят своим мужикам, вот. А потом вот появилась мысль, пласть это не пиво, а пуэр, потому что это такой мужской вроде как патальный чай, и не просто какой-то чай из магазина, да, там Таврия, а какой-то интересный, короче. И вот уже, ну, сам я попивал этот чай, а тут мы еще с Димой списались, я говорю, мне надо вот что-то вот как-то на подарки, какой-то хотя бы или большинство. И так вот получилось то, что подбирая под подарки, да, вот прошел почти год, сейчас вот вся эта моя лаванка, брутальная мужская косметика, стала чай за лавкой. Ты знаешь, на самом деле, чтоб ты понял, чай так и действует, судя по всему, насколько я понимаю. Он стал появляться на полках с косметикой, потом он как бы сказал, что я буду здесь стоять, я буду пахнуть этой косметикой, короче, а потом у вас появился рядом другой стеллаж, потом с этой стены он как бы такой говорит, что вот на этой стене с косметикой мне как бы делать-то нечего. Он переехал на другую стены, короче, то есть я так понимаю, что еще какое-то время, и косметика начнет, ну, просто куда-то пропадать. Паракорд у меня когда-то был, его было много, ко мне до сих пор обращаются, но сейчас паракорд все, вот он уже выписан как бы из ассоциации со мной, но просто я считаю, что его время как бы прошло, как вот у тебя чай заканчивается, например, закончился, и это классно будет другой. Так же у меня, жизнь одна, было время паракорда в моей жизни, оно было классно, ярко и офигенно. Сейчас, благодаря даже там, пусть это там громко сказано, моим роликам, моему тогдашнему авторитету, сейчас появилось очень много крутых мастеров, которые там известны в Европе, в мире паракордовые мастера, которые учились на моих роликах. То есть свой вклад в это я внес, это круто, как бы, оно было зависти какой-то, но у меня нет, то есть у меня был этот путь, да, вот он, вот я дошел до какой-то определенной точки и считаю, что вот это класс, я там показал людям, они подхватили, несут дальше. Мне интересно другое, да, вот мне сейчас, вот сейчас, вот я сейчас в этом чае, как бы, я понимаю, что я только в самом начале, оно все же еще вот такое, блин, мне хочется и такой-то чайничек, и мне хочется туда-то поехать, а попробовать вот это так. Вот сейчас в последнее время я кружусь, я вот что хочу в сифоне сварить чай, а сифоны нет. У меня есть сифон, и вот, надо пить. Приезжай, сварим тебе в сифоне, короче, или я тебе могу передать его, короче, то есть что, потому что, ну, я редко, короче, в сифоне редко, варим, где-то раз в неделю варим с Нимоном, но можно тебе передать, там, короче, замутишь, все есть. Я заеду, это же интересно, походу, там, вот это, блин. Есть, короче, такая штука, подарил, подарил, кто-то подарил, вот, а, Сережа, Сережа Лербицкий подарил, когда-то, да, недавно. Короче, он, ну, то есть он есть, есть, короче, этот сифон. А тебе как тут лучше варить, на открытом огне, вот, в варочном чайнике каком-то, или в сифоне? Старик, смотри, мне нравится пить чай, то есть, мне не нравится выпить две чашки, остановиться, вот даже сейчас, я как бы тормознул, знаешь, то есть, ну, я имею в виду, вот варка, мне она не нравится тем, что ты выпиваешь, и все. То есть, мне нравится, мне нравится пить час, общаться, пить проливом, разговаривать, как бы, и все остальное. То есть, вот, вот эта как бы штука такая, знаешь, типа, ну, как бы бахнул и закончилась, мне не очень заходит. То есть, типа, поэтому, это готовый продукт, который, вот, весь процесс чай пить, а ты будешь пить один и тот же чай, а когда ты его проливаешь, он все время немножко разный, правильно? Понимаешь, сварки, он очень интересный, красивый и достаточно увлекательный. И тогда, когда ты сидишь на природе, птички поют, знаешь, а ты варишь, и все это красиво, окей. Но при этом, я имею в виду, что, как бы, то есть, тогда, когда тебе сварили, и ты выпил чашку этого чая, и все, ну, это отдельное, как бы, состояние, отдельный ритуал, и отдельный, ну, как бы, смысл всего этого чая пить. То есть, ты тогда, как бы, садишься отдельно, ну, и ждешь вот эту одну чашку, и потом ты вот открываешься для, там, мира, моря, и сидишь и смотришь. А если ты хочешь попить, пообщаться, поговорить, то тогда, соответственно, надо, как бы, всю эту кухню немножечко, как бы, по-другому. Мне нравится пролив, то есть, мне нравится, вот, пить проливом, как бы, чай. Мне нравится, когда его много, и когда ты можешь потратить, ну, как бы, уделить этому, там, час времени. Вот это мне, как бы, это моя такая кухня. Ну, прикольно. Без сомнения, огромное количество чаев вообще по-другому открывается, совершенно по-другому. И для каждого чая, судя по всему, есть свои какие-то способы заваривания. Действительно, какие-то чаи надо бросать в термос, там, какие-то, вот вчера Аркадий Михайлович как раз говорил о том, что, типа, ну, он бросил Даруму в термос, и он тоже очень классно раскрылся. То есть, надо попробовать. Надо попробовать. Я тоже подумал, что надо попробовать, но пришел домой, заварил Пуэр, короче. В принципе, вот этот тот чай, ну, скорее всего, их опять же много разных таких, но для себя я как-то открываю, то, что именно с Дарумой можно так играть, что он может быть и утренним, и вечерним, и дневным. Да, конечно. Ну, это просто, это просто хорошего качества красный чай. То есть, ни больше, ни меньше. Но при этой всей ситуации, как сказать, его цена, она вот такая, понимаешь, в смысле, можно было бы на нем заработать и поставить его нормально, и он бы там продавался дороже. Просто была задача это сделать, мы хотели попробовать. Ну, попробовать дальше. Вообще, идея, конечно, такая, чтобы вообще торговать только как бы своим чаем. То есть, вот вообще, чтобы были только шены, шу, красные, и там, все то, что прессуется, чтобы это было только свое. Вот вообще, чтобы, потому что, как бы, очень хочется отвечать за то, что там внутри, понимаешь? То есть, не просто я купил, вон там написано, знаешь, чай пуэр из Юнаня. То есть, окей, ну это я тогда могу спокойно съехать, сказать, ребят, я просто купил его у кого-то в Китае и кому-то здесь продаю. Это неинтересно. Ну, понимаешь? То есть, когда у чая есть лицо, есть, как ответственный человек, понимаешь, за то, что там. Тогда совершенно по-другому все воспринимается. То есть, и я отвечаю, и ты, то есть, ты же продаешь тоже не просто какой-то купленный где-то у кого-то когда-то. И плюс человеку хочется все-таки увидеть вот это твое включение, знаешь, в процесс личный твой. Я как раз продаю чай, почти что у меня весь чай только тот, который делаете вы. Я очень рад этому. Чай, который делают какие-то китайцы. Я очень рад. Ну, то есть, без сомнения, это его делают какие-то китайцы. Это понятно. К сожалению, в Украине не растет чай. К огромному сожалению. Китайцы могут делать его тоннами и много-много-много, а могут делать кому-то limited edition. И человек, который у них этот limited заказ все-таки его контролирует, потому что он... Слушай, там, ты знаешь, была даже такая штука о том, что я помню, что, короче, как бы Илья, мы отпиваем сырье. Да, да. То есть, было какое-то сырье, Илья его сюда присылал, мы его попили, оно понравилось. Я говорю, окей, как бы там все, давай, всем оно мне понравилось, Илье понравилось, там всем понравилось, Димону понравилось, все класс. И тут, короче, то есть, Илья говорит, а его типа нет уже на 30 тунн. То есть, понимаешь, там, ну, нет его 70 килограмм, его меньше. То есть, понимаешь, даже вот такие какие-то штуки, то есть, типа, просто вот этого нету, все. И такие, ну, как бы вот и все. То есть, поэтому бывает даже такое, то есть, это какие-то такие, знаешь, какие-то полу... Да, уверен, Леш, так и есть. Спасибо. То есть, как бы, бывают даже вот такие вещи, знаешь, как бы, какой-то, это даже не крафт, я бог его знает, что. Понимаешь, как бы, То есть такой вход. Короче, на самом деле интересно все, и делать много, и делать мало, и делать как угодно. Важно просто вкладывать себя туда. Главное, что твоя ответственность, твоя душа, твое желание, твоя любовь. Если сердце там находится, тогда все правильно. А если ты просто сделал какой-то безликий чай, который продается людям, тебе в принципе пофиг, ты просто денег заработал, ну у этого чая сразу другой вкус. Его люди пьют и понимают, что он типа, блин, со вкусом бабок, знаешь, или там ничего нет внутри. Да, это такой чай. Что-что? Продаваться такой чай особо не будет, мне кажется. Ну на самом деле его мы видим везде, понимаешь, как бы вот в этом-то как раз и вопрос. Мы его видим, то есть я не говорю, что наш чай лучший, наш чай просто другой, вот и все. То есть нет чая лучшего, всегда тот чай, который, ну, лучший, какой ты считаешь лучший. Выпил и понял. Поэтому тут такая, знаешь, как бы история. Просто наш чай другой. И поэтому и физиономия там моя, и все остальное, знаешь, поэтому все такие дела. Так, дорогой мой, нам надо уже с тобой потихонечку прекращаться. Мне надо еще работать по чуть-чуть. Мне бы, наверное, тоже. Очень-очень прикольный момент, мы с тобой, как бы вот тут 22 человека нас оказывается слушают, слушало человек 30. Мне очень приятно, я просто, мы с тобой созвинились, поболтали, как бы так вообще там о чем. Я думаю, что кому-то, наверное, это все-таки было интересно. Я более надеюсь. Так что, да. Заливая себе на канал в YouTube, там сделал какие-то вопросы, короче, и там, в принципе, может, какие-то вопросы уже к ролику пойдут. Там тоже что-то посмотрим, но если как бы надо продолжать, то будем продолжать. Но только немного, чтобы это было хорошо, качественно и интересно. Ну вот мы сейчас час-пятнадцать поговорили, это много? Надо меньше делать? Не, нормально. Я имею в виду нечасто. Нечасто. В пять раз в день. Да. Просто, просто беспрерывно. Собственно, как мы это и делаем. Да, собственно, как мы и делаем. Добрый день, товарищ, хорошего дня. Да, 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 вопросы к ролику тут спрашивают, да. Хорошего дня, спасибо большое. Всем чай, ребята. Спасибо тем, кто помогает и не бежает. Спасибо огромное. Крепко обнимаю. Все, пока. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...